Видимо, не хотят преодолевать никакие расстояния, поэтому выбрасывают мусор, где придется. Сзади ему берег одной из Иркутских рек превратился в свалку. Реально ли наказать виновных, выяснил Павел Марчаков. По Синему морю к зеленой земле может в любой момент уплыть эта льдина с мусором. Хотя на самом берегу Иркута ситуация не лучше. Бутылки, картон, бытовой мусор лежит здесь повсюду. Складывается ощущение, что мусор здесь разгружали машинами. Такая ситуация явно не устраивает Василия Пятина. Он прожил рядом с рекой больше 25 лет и сегодня, во время прогулки, не может узнать родные места. Раньше детства, когда, да, 90-е вот эти годы, ну не было такого. А вот как бы сейчас лет 5 народ возят и выбрасывают все. Больше и больше стало мусора и больше народ некультурный. Рыбачили раньше, здесь рыбачили, ловили рыбу. Ну а сейчас, да, конечно, какая здесь рыба. Поставила неудовлетворительную оценку берегу реки Малый Иркут и представитель городской администрации Наталья Ступина. Вся куча она зафиксировала. И даже после такого поверхностного осмотра становится понятно, затягивать с уборкой берега нельзя. Будет организован субботник с привлечением, я думаю, общественности. Либо, значит, силами специализированной организации, муниципальной, будет все убрано. Я думаю, что в ближайшее время, ну в апреле это точно. В прошлом году с берегов Иркутских рек было вывезено около 3,5 тысяч грузовиков мусора. Но даже такие усилия жители Иркутска могут свести на нет. Кроме уборки этого берега представители городской администрации планируют провести рейд по организациям, которые находятся неподалеку от этой свалки. Если удастся найти предприятие, которое не заключило договор на вывоз мусора, его владельца ждет крупный денежный штраф. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням.